Слушай, я нервничаю по поводу Оскаровского стрима. Да ладно, всё нормально будет, чё-то. Ну не, блин, несколько часов прямого эфира на английском. Я могу не потянуть, знаний не хватит. Ну, если ты прям так нервничаешь, дай репетитора тебе наймём. Чё, серьёзно? Какого репетитора? Ну, в ВК находишь группу EnglishWave Екатерина Гордеева. Чё? Петь, ну вообще, там много плюсов. Во-первых, это разговорный английский. Во-вторых, она каждому разрабатывает индивидуальную программу, разработанную по интересам. Ну и в-третьих, никуда ехать даже не надо. Занятия по скайпу. Это дорого, наверное. Да всё, 500 рублей час. А самое главное, заниматься можно с любого уровня. Э, ты только четверг не занимай, я в другие дни не могу. За актёрскую игру в этой интеграции нам могли бы дать Оскар. Но дадут только пару пинков в комментариях. Но есть в этом мире актёры более достойные Оскара, чем мы. Сложно поверить, но это правда. Только вот как бы они не пытались, статуэтка не идёт к ним. И они всё остаются без премий. Мы составили список и распределили их по местам, по нашему ощущению того, насколько они заслужили. Будет субъективно, и будут тонны упоминаний. А меня зовут Пётр, и это ТОП-10 актёров без Оскара. Десятое место. Сэмюэл Джексон. И это просто удивительно. Один из лучших афроамериканских актёров в истории, в эпоху толерантности, всего лишь раз заглядывал на Оскар в 1995 году за криминальное чтиво. Хотя мы бы дали ему Оскар и в любые другие эпохи, вне зависимости от конъюнктуры и политической ситуации. Он давно заслужил его своей рок-н-ролльностью. Но, увы, рок-н-ролльностью Оскары выигрываются редко. Нужна либо сильная драматическая роль, либо хоть какая-то щепотка драмы. Сэм Джексон крутейший чертяк, однако в действительно серьёзные драмы он заглядывает очень редко. У него есть тренер Картер, ну и, по сути, всё. Ладно, что-то ещё я, скорее всего, не смотрел и даже не слышал, а это показатель. Единственная номинация была за криминальное чтиво, но там лавочку прикрыл ветеран Мартин Ландау. А в нулевых Джексон уже пошёл играть харизмой во всякой попсе и зарабатывать денежку, и даже не пытается особенно охотиться за Оскаром. Его выбор! Девятое место Джеймс МакЭвой Да, кандидатура спорная, и вы хотите доказательств. Их есть у меня. МакЭвой один из самых больших талантов поколения, но ему никогда не получить премию, снимаясь в том, в чём он снимается. У него уже был один заход в Оскароносное кино, но там его затмил близкий к гениальности Форест Уитакер. А в остальном Джеймс идёт по волнам кассовости, ну или собственного интереса. Его лучшие роли — Грязь и Сплит. Ну, совсем не фильмы Оскаровского калибра. Один слишком отмороженный, другой слишком попсовый. Вот и пропадает его гениальная игра без номинаций, хотя для зрителей он каждый раз раскрывается всё лучше и лучше. Его главное достоинство — мастерское вживание в образ, полная отмороженность и очень мощная харизма. Ну и технический арсенал блестящий. Посмотрите вот эту сцену, и вы всё поймёте. Его мастерство признают и коллеги. Это был его первый рабочий день. Сцена на три листа. Одна из самых сильных сцен фильма, и это было что-то с чем-то. Я в сцене лежу без сознания, и когда камера меня не снимала, я подглядывал за ним. И он просто гений. Спасибо, дружище. И это в первый же день. Аплодисменты, правда. Он гений. В общем, он пока развлекается, но если придёт время подумать о премиях, будьте уверены, он будет в фаворитах. Восьмое место. Джессика Честейн. За последние три года Джессика трижды ездила на Золотой Глобус, но ни разу так и не попала на Оскар. До этого в 2013-м она выиграла Глобус, а на Оскаре её не особо по делу обошла Дженнифер Лоуренс. Вам может показаться, что у Честейн не очень много достойных ролей, но здесь есть такая фишка. Как правило, если она едет на Оскар, этот фильм не особо популярен в российском прокате. Так получается. Лучшие роли Честейн, прислуга и цель номер один. И если первый фильм ещё кто-то худо-бедно видел, то вот второй, это просто пропаганда от Кэтрин Биггиллоу, которой та довольно успешно занимается. Тем не менее, это нисколько не умаляет актёрского таланта Честейн, потому что она в любой роли выглядит абсолютно искренне. Лучше всего у неё получаются обаятельные и неоднозначные персонажи, но она может сыграть их и с углублением в любую сторону. И в большую неоднозначность вплоть до злодейства, и в большую однозначность вплоть до вполне себе хорошего героя. И в конце концов, Оскар, сколько ещё Честейн должна сыграть сильных независимых женщин, чтобы вы дали ей эту премию? Вы ж за это её даёте, нет? Ну и помимо всего прочего, Джессика Честейн ещё и красавица. Но это никак не сказывается на эмоциональной оценке действий Оскара. В нашем топе нет, 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 что вы. В общем, в ближайшие пару лет она выдаст ещё пару неплохих ролей, которые поедут на глобус и не поедут на Оскар. Вангуем. Седьмой. Ещё один из лучших актёров поколения, который уже давно ведёт охоту на золотую статуэтку. Джейк Джилленхол. Несколько фактов о нём. Факт один. Он гений. Факт два. Он очень хочет Оскар. Факт три. И он прошёлся уже по всем пунктам чек-листа «Я хочу Оскар». Давайте проверим. Жёстко похудеть ради роли. Было. Жёстко набрать вес ради роли. Было. Сыграть боксёра с тяжёлой судьбой. Было. Сыграть гея. Было. Сыграть инвалида. Было. Сыграть у режиссёра, способного заставить выиграть Оскар даже Макконахи. Было. Что ещё ему сделать? Причём он каждый раз играет блестяще, и каждый раз не попадает ни в какие номинации. Два раза ездил на глобус с любовь и прочей неприятности и стрингером. Один раз на Оскар с «Горбатой горой». А левшу под покровом ночи, разрушения и недооценённого стрингера просто прокатили. Хэштег бомбит. Ладно, на самом деле он всё ещё довольно молод, ему 37, так что время у него ещё будет. Главное не отчаяться и не уйти в попсу. Хотя, может и наоборот тоже неплохо. На очереди в топе Брэд Питт. И вообще, кстати, сейчас будет тяжёлая артиллерия. Готовьтесь. Питт один из самых известных в мире актёров, и он не особенно рвался за премиями, но три номинации всё же успел схватить. За 12 обезьян, загадочную историю Бенджамина Баттона и Человека, который изменил всё. При этом глобус за обезьян он всё-таки выхватил, а вот Оскар забрал Кевин Спейси. Питт один из самых харизматичных актёров Голливуда, и при этом он совсем не обделён умением и сыграть комедию. И нагнать триллера. И выжить слезу. Вспомните хотя бы коробочку. И на самом деле он всегда крутился где-то рядом с премией, но Оскар его упорно игнорировал. В итоге он всё-таки взял его, но не как актёр, а как продюсер лучшего фильма. Видимо, эта премия немного утолила его голод, потому что после этого его карьера немного преуспокоилась. Вот в 2018 году он, например, не снимается вообще нигде. Пятый ещё один актёр с тремя номинациями и нулём побед. Джонни Депп, кстати, ситуация с Питом реально похожа. Он тоже сейчас уже не особо на что-то претендует. Депп начал карьеру очень давно, в 80-х, но по-настоящему разорвать стал в 90-х нулевых. За 20 лет с 91-го по 11-й год он собрал 10 номинаций на Золотой Глобус, а выиграл всего один за Свинни Тодда. То есть ему нужно ещё 7 номинаций на Оскар, чтобы наконец-то победить. Тяжеловато. Лучшую роль Деппа выбрать тяжело. Пожалуй, всё-таки это пираты Карибского моря, ведь чтобы номинироваться на Оскар за развлекательный блокбастер нужно очень-очень сильно постараться. Но тогда и этого было мало, награду забрал Шон Пэн. Депп умеет быть и весёлым, и страшным, и драматичным, но больше всего, конечно, странненьким. В этом он преуспел, и это же приглушило его карьеру. Однообразные роли, пусть даже и сыгранные хорошо, Оскаров не приносят, особенно в провальных проектах. Хотя шанс вернуться у него ещё есть. Нужен ещё один проект калибра чёрной мессы, только более подходящий по формату для премий. Ибо там Депп был хорош, как в лучшие годы. Кстати, небольшой перерыв. Переведите дух перед следующей легендой, и перейдите по ссылке в описании, чтобы проголосовать за победителей нашего Оскара. Вы можете сами выбрать тех, кто достоин премий в этом году. Более справедливых, чем у этих ваших академиков. А мы подведём итоги вашего голосования за день до церемонии. Голосуйте быстрее! На четвёртом месте Том Круз. Те, кто застал только пару последних лет его карьеры, спросят, чё, серьёзно? И мы ответим, да, вполне. Том снимается в кино уже почти 40 лет, и за это время он успел проявить себя во всех жанрах. Комедии? Пожалуйста. Боевики? О, этого навалом. Фэнтези и фантастика? Дайте два. Ну и драмы, конечно, тоже были. Вот одна из лучших диалоговых перестрелок в истории кино. А вот одна из самых драматичных сцен Круза в карьере. За свою жизнь он 7 раз номинировался на Золотой Глобус, трижды его взял и трижды номинировался на Оскар и ни разу не выиграл. Последняя номинация была почти 20 лет назад, и с тех пор Круз кажется не особо и стремится к премиям. Он зарабатывает деньги в боевиках, хорошо там смотрится и поддерживает в крови нужный уровень адреналина, чтобы не остановилось сердце. А, нет, это где-то в другом месте было. Видимо, ему просто в кайф. И что бы ни говорил Найшуллер... Слушай, Том Круз в каждом фильме с одинаковым выражением лица, это не делает его хуже, он все замечательный актер. Круз умеет быть разным, но он не особо к этому стремится. Ну, может, когда трюки все-таки перестанут получаться по возрасту, он начнет и поход за Оскаром. Подождем, увидим. Третье место и главная актриса современности без Оскара Эми Адамс. Бывают такие люди, которых Академия игнорирует из принципа, вот просто из вредности. Эми из таких. За 19 лет карьеры она номинировалась уже на 5 премий. И ни разу статуэтка не досталась ей. Там были июньский жук, сомнения, боец, афера по-американски, мастер. И всякий раз находился кто-то, кого я лично ненавижу, кто уводил награду. Петь, Петь, спокойно. Причем за это время она дважды выиграла Золотой Глобус, но за один из этих фильмов ее даже не отправили на Оскар, черти проклятые. Петь, держи себя в руках. А как можно было не номинировать ее за прибытие, где она выбивает слезу не хуже, чем Маконахи в Интерстелларе? Это вообще вопрос на миллион. Не, ну слушай, Петь, Смаконахи уже перебор. Можете таблеточку какую, а? Но в следующем году она снимается у оскароносного Адама Макея. И если вы там на Оскаре, ее снова продинамите. Я лично подъеду в Голливуд и покажу вам пару таких приемчиков, что ваши дети будут спрашивать, почему у всех родителей, как родители, а у них треугольники. Петь, 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 все, успокойся, успокойся, вот, вот. В общем, мой коллег хотел сказать, что Эми Адамс очень разноплановая актриса, у которой хватает энергетики и для комедии, и трагизма для драм, а самое главное, она может сыграть самых разных персонажей. Сравните ее в зачарованной и в прибытии. Такое ощущение, что это вообще разные люди играют. Поэтому мы все редакции хотим, чтобы Эми уже наконец получила свою премию. Понятно, стой, все короче. Алло, это Слизнард? Да, в общем, мне нужна эта ваша целебная хрень. Пи-пи. Ну как? А че? Че произошло, я че-то? Ой, да ты опять с Эми Адамс? С кем? Да вот, вот. Да петь. Второй, Эдвард Нортон. До сих пор не признанный премиями гений, который отчасти сам в этом виноват. Нортон схватил номинации на Золотой Глобус и Оскар в своем первом же большом фильме. Глобус взял, а вот на Оскаре его внезапно обставил Кьюба Гудинг-младший за свое классическое. Но через два года еще заход. Номинация за Американскую историю Икс и снова поражение, но через год еще один крутейший фильм «Бойцовский клуб». Но тут без захода. С провокацией на Оскар не пускают. Своими отличными ролями он заработал кредит славы и пошел по пути хайпа. Но при этом показательная история. В фильме «Ограбление по-итальянски» его заставили сыграть по контракту и он играл просто на отвали. И все равно был очень хорош. Нортон всегда блестяще вживается в роль, потому что он не понаслышке знает о системе Станиславского и всегда очень аутентично выглядит в любом фильме. Ну и визуальная харизма, этого не отнять. На багаже 90-х он докатил до 2008 года, снялся в неудачном «Халке» и после этого исчез. В чем же дело? В характере. Нортон страшная заноза в заднице для режиссеров и продюсеров. И как бы он не был хорош, в какой-то момент он так всех докопал, что от него стали отказываться. В итоге много малозначительных и маленьких ролей, в которых он выкладывается по полной, но бестолку. А потом внезапное возвращение в Бёрдмане, где он сыграл себя же. Да, вы все знаете, что в Бёрдмане Майкл Китон играет себя же, но и Нортону, хитрый иньориту, предложил то же самое. Так что, если хотите как следует понять проблемы Эдварда, еще раз посмотрите Бёрдмана, он проливает свет. Кстати, за него он тоже получил номинацию, но попал под каток Джей Кей Симмонса в одержимости. И сейчас его карьера в глубокой заднице, максимально далеко от «Оскара». И от хороших ролей тоже. Но мы будем верить. И перед первым местом много, очень много упоминаний. Заваривайте чай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И первое место. Гарри Олдман. Впрочем, ненадолго. А, спойлеры. Олдман один из лучших актеров Голливуда на протяжении десятилетий. Один из лучших и один из самых недооцененных. Серьезно, смотрите сами. В 90-х, еще никому неизвестный, он начал задавать такого жару. В 94-м сходу сыграл одного из лучших злодеев в истории кино в фильме «Леон». Мы отвечаем. Просто посмотрите вот эти отрывки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, он переигрывает, но главное, как он смотрится в контексте фильма, и там он наводит ужас и смотрится как влитой. Олдман настолько похож на коррумпированного копа-наркомана, что волей-неволей лезешь читать его биографию. Ладно, зафиксировали злодей, он отличный. Но многие актеры-злодеи не могут в доброту. Только не Олдман. Вот он в «Гарри Поттере», а вот он в «Бэтмене». И там, и там он играет очень мудрых и душевных дядек. И от них всегда исходит какое-то тепло и уверенность. Это главное мастерство Олдмана. Он всегда создает в кадре то настроение, которое там должно быть. Ужас и маньячность? На. Доброта и ламповость? На. Лютая криповость? На. Неузнаваемая роль? Имеется. Культовых фильмов с ним уже вот. Культовых ролей у него уже вот. А свою первую крупную премию за актерскую игру он получил месяц назад. Это дичь. Жесточайшая несправедливость, но совсем скоро она должна быть исправлена. Олдман сыграл в классическом скучноватом боёпике, но Оскары дают за такое, а не за настоящий рок-н-ролл. Зато мы надеемся, что через пару дней этот непроходящий зуд в нашем сердце наконец-то будет снят. Это был топ-10 актеров без Оскара. Надеемся, мы смогли выбрать 10 нужных человек из этого гигантского списка, потому что, ну, в конце концов, даже в упоминание не попал Серёжа без руков. Это какой-то нонсенс. Я не понимаю, как так произошло, но извините нас, если что. Если ваши любимые актеры тоже не попали, пишите, кто, по вашему мнению, достоин Оскара, но не попал почему-то в нашу подборку. И пишите в комментариях, кому из этих ребят быстрее всех нужно вручать премию вот прям завтра или вот прям через неделю с небольшим, или когда до Оскара выходит это видео, я не знаю. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Голосуйте в нашем Оскаре внизу в описании, переходите по другим ссылочкам в описании, подписывайтесь на наши соцсети, ну и ждём, собственно говоря, самого вручения. А пока, пока. Это что, мой Оскар за нашу лучшую рекламную интеграцию? А нет, это воздух. Фотка имя Адамс ещё есть. Спасибо.